Рыбакит папа рисует Привет ребят, меня зовут Вайна и я хочу нарисовать открытку до 8 марта И для этого я взял плотный лист бумаги, согну его пополам, сгибайте его, не бойтесь Раз чем плотнее лист бумаги, тем лучше, тем надежнее и крепче будет ваша открытка И такая вот открытка, она уже хорошая и красивая А теперь я нарисую здесь цветочки, буду использовать только карандаши Сначала начну с желтого или с голубого, или с розового, наверное с розового начну И вот такой я хочу сделать, смотрите, открытку такую домашнюю Открытку я возьму, нарисую здесь чашечку А в чашечке будут цветочки Мне кажется это здорово и любая девушка или женщина или мама или бабушка Они мечтают может быть получить такую простую открытку Без каких-то визеньков, сердечек или чего-то такого сложного, красивого А просто, когда нарисована чашечка чая, а в ней цветочки Я рисую сейчас просто простыми цветными карандашами Участвуйте, рисуйте со мной вместе Вот я розовым нарисовал Здесь я нарисую цветочки Мои цветочки сегодня будут голубыми Мне хочется, чтобы они были голубыми Так вот, нарисую кружочек Один, нарисую три цветочка таких Вот один, второй и третий И они такие будут По пять лепестков на каждом цветочке И два, три, четыре, пять Один, два, три, четыре и пять И здесь тоже Центры цветочков я сделаю желтенькими И раскрашу голубыми цветочками Раскрашиваю Я раскрашиваю быстро, если ты не успеваешь То ставь на паузу Потом, когда догонишь, продолжай Я раскрашиваю вот прям так Раз-раз-раз и все голубыми У меня такие фломастеры Такие карандаши, которые я взял и купил в магазине Ikea Они очень простые, недорого стоят Ими легко рисовать, они очень мягкие И очень красивый цвет И я знаю, что можно налить воды на них И тогда будет еще Еще как-то они будут растекаться Что прикольно Может быть на трансляции я попозже найду воды И налью на них тоже Теперь я возьму зеленый Рисую стебельки Стебельки и листочки Листочков надо побольше Лисуйте листочков побольше Если вы нарисуете маленькие листочки Хорошо, большие, еще лучше И по-разному их раскрашивать Вот так, вот так Отлично Получается здорово Хо-хо-хо, здорово Желтеньким центром Такая вот открытка Сегодня мне нравится, что что-то очень простое Не замысловатое, не сложное А такое простое А вот посерединке я нарисую еще цветочки Здесь Я долго не думаю, каким нарисовать Или розовым, голубым, синим Наверное, я все-таки нарисую розовым эти цветочки Потому что моя чашечка розовая И цветочки розовые будут Такие вот цветочки Один, второй и третий Один у меня будет побольше цветочек И они такие Второй поменьше А третий совсем маленький Их я буду красить Раскрашивать совсем нежно Не сильно Давя на карандаш Чтобы он был такой размытый Вот такая открытка Внутри я нарисую Я думаю, что же нарисовать Внутри я еще не знаю точно, что нарисовать Прям думаю Может быть сердечко розовое, красное Наверное, я нарисую Сердечко Сердечко и маленький цветочек Мне кажется, это будет красиво Такой маленький цветочек Совсем маленький С зелененьким таким Такой маленький цветочек А здесь я напишу Восьмой марта Мне кажется, это хорошо Будет здорово Здорово, здорово, здорово Каким же цветом мне его написать Наверное, зеленым Или же синим Синим, хорошо Синим я еще сегодня не рисовал Синим, точно Рисую синим Восьмое марта Восьмерка Я напомню, что я рисую рисунки Для таких ребят Когда вы только хотите научиться чему-то И я стараюсь рисовать очень просто Восьмое марта М А Р Т А Из-за этого все мои рисунки Когда я выбираю, что мне рисовать Я стараюсь выбрать простые мотивы Чтобы их легко было повторить К примеру, вот такая вот открытка На восьмое марта Мне кажется, очень простая И использовать материалы очень простые Чтобы вы могли Их легко найти дома Это всего лишь Бумага Карандаши И все Вам этого достаточно Всем привет Привет, конечно же Всем Сейчас посмотрим Отлично Такая открытка у меня получилась Она простая Но Очень Очень Такая Домашняя Домашняя Я ее буду называть Домашняя открытка Отличная открытка Дыдыдыдыдын Дыдыдыдыдыдыдын Сегодня я нарисую несколько открыток Так что приходите И, конечно же Поздравляю всех Восьмом марта